всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы рассказать вам об интересном плагине от фирмы sound redix drum leveler вот так вот он выглядит и он нужен для того чтобы вытаскивать скажем так не самые мощно записанные барабаны живые и делать их максимально мощными плотными но то есть по сути это такой плагин динамической обработки который при этом очень интересно и очень хорошо работает то есть его алгоритмом позволяют именно работать в первую очередь барабанами хотя по сути здесь просто встроенный компрессор и такой достаточно гибкий и отзывчивый гейт то есть по сути это такой гейт плагин с возможностью также компрессии то есть вы вывода уровня но здесь очень хороший работа алгоритма анализа входящего сигнала то есть он все очень работает очень качественно я им практически постоянно пользуюсь при работе с живыми барабанами давайте послушаем пока без него наш мультитрек здесь не такой фрагмент живых барабанов и вот так звучит с нейр с одного из микрофонов который стоит сверху чистый исходник то есть мы слышим очень много проникновения шумов от других барабанов в частности от хэта бочка также слышно и сам звук с нейра такой немножечко ватный то есть он где-то то громче то как-то тише то плотнее то менее плотный ну то есть очень однородный для с нейра все-таки нужно чтобы он был максимально мощным и вот этот плагин очень в этом плане помогает давайте рассмотрим его основные функции компрессию я поставлю пока на ноль чтобы она у нас не добавляла громкости и никакого эффекта они поговорим отдельно и давайте сразу начнем с гейта то есть я в первую очередь использую этот плагин как гейт плагин и по сути вот здесь мы выставляем порог срабатывания гейта то есть после чего ниже которого весь сигнал у нас по сути будет имитироваться и вот очень важный параметр gate range который позволяет нам собственно указать насколько децибел все что ниже этого порога у нас будет становиться тише то здесь очень удобно визуальное отображение можно очень легко подстроить этот параметр под конкретный входящий сигнал если что здесь можно увеличить чувствительность и конечно же отстроить время закрытия гейта то есть река вы это собственно время которое у нас происходит закрыть то есть быстро нас будет резкое закрытие но звучит это конечно же естественно то есть нужно оставлять какой-то некий хвост и холода также чуть-чуть небольшая задержка закрытие гейта чтобы у нас transient барабанный прозвучал максимально плотно и полноценно то есть сравним без слышно очень много задних шумов таких и хэд и бочка также мы слышим только удары по снэйру то есть очень удобно очень интуитивно понятный интерфейс внизу также и сайчейн фильтр то есть мы можем например настроить так что вот этот detect детекция того на что гейта открываться будет работать настолько в каком-то частотном диапазоне это полезно например если вы работаете с не очень качественной записью бочки в которой очень много залезло также звука тарелок звука с нейра такое часто бывает и так как у бочки есть явные низкие частоты ниже 100 герц вы можете просто ограничить диапазон именно в этом частотном диапазоне ограничить границы действия от этого скажем так фильтра анализирующего и ваш гейт будет реагировать только на реальные всплески бочки то есть в нижнем диапазоне и игнорировать будет все тарелки с нейры и все что находится выше там 100 герц то есть тоже очень удобная функция здесь все это включается включается можно послушать что вы ограничиваете как как это звучит и так далее то есть разные режимы фильтра либо вне либо внутри вот этого диапазона ну то здесь все тоже интуитивно понятно и вот давайте поговорим о вот этой полезной функции компрессии то есть мы можем сразу наши удары по барабану привести к какому-то некоему единому уровню то есть например я оставлю также level target level например на минус 9 то есть если у меня удары тише этого уровня то они будут автоматически подниматься до этого уровня сейчас слышно что все удары достаточно ровные то есть тем более что я поставил практически максимальную компрессию то есть он прям максимально сжимает каждый удар анализирует его и приводит к примерно к тому уровню что я поставил в пиковом значении то есть он поднимает пике каждого удара до вот этого скажем так верхнего порога которая поставил но я специально оставил небольшой запас чтобы у нас до нуля было то есть вот так это звучало без компрессии и так с компрессии слышно что каждый удар абсолютно имеет такое и единое воздействие на слух то есть вот эта четкость хлесткость удара примерно во всех ударах одинаково хотя сами удары не поменялись но и громкость выровнялась и стала плотно то есть это очень удобный инструмент для того чтобы какую-то запись не самую лучшую где барабанщик например сыграл как-то не очень уверенно привести к какому-то единому такому уровню хотя бы чтобы не было такого что какие-то удары очень сильно проваливаются какие-то вы наоборот слишком вылезают то есть все здесь будет плагин держать под контролем то есть в этом плане этот плагин очень удобный я им практически всегда пользуюсь при работе живыми барабанами в первую очередь вам конечно же нужен для бочки для снейра и для томов на железе я им не пользуюсь там особо нечего гейтировать да и компрессия там прям такая сильно не нужно но все что имеет жесткий резонанс то есть такой прям transient такой прям мощный самом начале этот плагин прям просто можно сказать незаменим вот и при этом очень простой то есть как видите здесь никаких особо параметров дополнительных нет то есть здесь все очень легко настраивается собственно вот вы определяете хайтер шел там то на что обращать внимание компрессору а лоут решил то на что обращать внимание гейту когда он будет убирать все лишние все лишние призвуки то есть все просто и дальше выставляйте уровень до которого ваш этот компрессор компрессор будет стараться поднимать каждый удар соответственно чем больше процентов компрессии тем скажем так точнее будут дотянуты скажем так каждые удары до вот этого уровня то есть если так мы сохраняем все-таки какую-то динамику оригинальную то есть такой компромиссный вариант то в таком режиме мы ее просто прям убираем практически на ноль все удар будут максимально идентичные насколько это конечно же возможно и здесь также есть отрицательное значение то есть это такая скажет акту некий экспандер когда наоборот у нас удар будет еще больше различаться по динамике но это обычно работает когда у нас как более тихая запись не такая на такой еще как здесь здесь с этим можно поставить gain range то есть если вы не хотите чтобы очень сильно компрессор увеличивал громкость отдельных ударов то можно все таки ему ограничить вот этот диапазон в котором он увеличивает вот эту уровень удара до конкретного уровня это будет полезно есть например барабанщик по снейру играет не только обычные от эти вот сильные удары но также играет при гостнотс так называемые когда такие едва заметной дроби если здесь поставить gain range на полную то эти гостнотс будет ли будут чуть ли не громче чем основные удары что будет звучать очень неестественно и поэтому может быть имеет смысл чуть ограничить диапазон чтобы все-таки гостнотс так сильно не вылезали не поднимались до этого порога уровня в любом случае этот плагин конечно же требует экспериментов если у вас он вы задумаете оптом приобрести себе установить изучить он очень простой очень удобный очень быстрый я постоянно пользуюсь и в принципе если вы работаете часто живыми барабанами то вам он тоже очень сильно пригодится ну что в этом видео мы все рассмотрели и увидимся с вами в следующих видеозаписях с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве